Сегодня мы просто говорили, что если бы не было фатар-монгольского эйга, не было бы такой великой державы, как Россия. Да, конечно. Не было бы евреев, тоже бы не было. К вам может быть такой. У меня к вам такой вопрос, вот как раз и к вам, и к вам. Он коротенький, но вопрос такой жизненно значимый, так сказать, из экономической сферы. Всем известно, что Бог запрещает ростовщичество, в Коране об этом написано. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Исламский деятель, как Махатхир Мухаммад, экс-премьер-мнистра Малайзии, который, в общем-то, сделал малазийское экономическое чудо, он выступает против ростовщичества и считает это системной проблемой, в общем-то, мировой цивилизации. С другой стороны, позиция иудеизма тоже про ростовщичество известна. Это такой, можно сказать, непримиримый момент, может, между двумя религиями. Вот хотелось бы и ваш, ваш комментарий. С чисто научной точки зрения, да, и, в принципе, известно, есть математические выкладки, многие эксперты сейчас выступают и говорят о том, что ростовщичество – это системный фактор генерации инфляции. И поэтому ростовщическая ставка, вот в Японии 0,15 практически у нуля, в исламских странах, это вообще запрещено, ну и в Европе еще на низкой. И вот многие, все больше и больше, политики начинают нахотенно заступать в Россию. Я скажу, я был, когда еще Иоанн Павел II, жив, нас собрали в Ватикане, у него там, и зачитывали католики цитаты из Библии, из Ветхого Завета, и говорили, как это объяснить? Второзаконие? Зачитывали второзаконие? Нет, ну почему? Это не второзаконие, это, по-моему, вторая глава или третья, я не помню. Там конкретно в детском зрителе говорится, не давай в рост брату твоему, а давай в рост иноземца. То есть евреи между собой не должны друг другу разговаривать? Нет, не так сказано. Там сказано брату своему, давай деньги без процентов, в долг, без процентов. А чужому давай в долг с таким процентом, чтобы он сдох, он грубо говоря, чтобы его собака съела. Что это такое? И будешь ты править другими народами? Нет, нет, ничего насчет править, все. Что это такое? А смысл? Меня спросили в Ватикане. Ну а как это? Так с удивлением. Как же это понимать, дорогой Юрий? Ну а что имеется в виду? Близкий, там написано, давай близкому, близкий, это кто живет близко, то есть с тобой на одном берегу реки, скажем так. И мы зависим друг от друга. Один колодец, все одно. Если я заболею, то тебе тоже не сдобровать, потому что могу и заразить, могу и так далее, и вообще будет плохо нам обоим. А чужой, это может быть мой родной брат, но он приехал в командировку, чтобы тут заработать денежки, плевал он там на нашу экологию, природы, души, на нашу нравственность, он еще и погуляет с моей женой. И потом он уедет, потому что командировка кончилась. Вот таком, который чужой, от него надо быстрее избавиться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот маленький комментарий. Я так говорю не об этом, я говорю о том, что расставчичество подрождает заведомо неоплатный долг, и вся проблема мирового финансового кризиса, она, в общем-то, с этим и связана. Всем известный долг, да, там, Соединенных Штатов и многих других стран, которые должны... Кто мешает перезачесть все долгие стран друг к другу, да? Но оказывается, что должны-то они не друг к другу, а международной банковской расставчической системе, которая, в общем-то, известна. Да, но она не религиозная, поверьте, и она не исламская, не иудейская, не... А что мешает религиозным деятелям выступить с порицанием всех стран? Ну, это вопрос, хороший вопрос. Мы его зададим в Ереване. Но я думаю, что самые нравственные, самые честные, это светские люди. Те, которые... То есть, вернее, они, может быть, и религиозные, но это я не знаю. То есть, это вот как раз, ну, работяги в поте лица, добывающие свой хлеб. Сегодня очень много религиозных людей, ну, я не про нас говорю, которые, ну, соблюдают ритуалы. То есть, ритуалы, вот он, праздники, посты, кашрут, там, одежда, форму у них, я опять не про нас говорю. А во всем остальном он такой же, как все еще, не хуже. А речь идет о морали, вот, человеческой совести, ну, тут... То есть, можно назвать, это, вот есть материалистический атеизм, когда Бога нет, а можно назвать идеалистический атеизм, это когда Бог есть, но к реальному Богу он не имеет отношения. Но, в сущности, это же атеизм? Я хочу сказать, нет. Нет, если ты, ну, дело в том, что, извините, одну полминуты, для меня, вот как иудея, именно, Бог, это причина всего, что существует. Поэтому, говорим, к нему обращаемся, как мы его называем, единый. Наши предки называли Бога двумя словами. Мера закона. Вот так, мера закона. Ну, это неудобно так называть, обращаться к нему. А на самом деле, сколько законом ты понимаешь, узнал, вот столько, настолько ты Бога узнал. То есть, Бог, это, как бы, закон. Но, в отличие от материалиста, он слышит нас. И он может... Но это законы все. И телетения, и химические, и физические, и человеческие, и так далее. Вот все. Поэтому, отсюда тоже идея такая вырастает, что нельзя ничего скрыть, ни от себя, ни от других. Как бы, от Бога. И в каждом надо видеть часть Бога. То есть, и ты часть Бога. Мы, если бы мы осознавали, что, когда говорится, по образу и подобию создан, ну, это значит, все создано по образу и подобию. То есть, все создано по законам. К сожалению, мы убиваем, да, кушаем мясо. Я люблю очень, и все, и все убиваем, все, что можно, и грабим. Но я не граблю, ну, не могу. Просто не умею. Но на самом деле, это все грех. Но, по-другому жить мы не можем. Вот. Балдать. Я... А, можно? Да. Что касаемо вашего вопроса по экономике, по обществу, конечно, ислам запрещает полностью. Вообще, проценты запретны. Но вы, поскольку учитесь там, в Санкт-Петербурге, по этому направлению, конечно, знаете, что есть два мнения. Есть совсем радикально настроенные ученые, богословы говорят, вообще само понятие банк не соответствует исламу. Да, что это такое? Как оно может быть? Можно помогать, там еле мударабы, там как бы, там есть другие термины, можно работать. Фактически, это почти то же самое, но там риск разделяют там, кто дает и кто там получает. Да, это вот как бы, естественно. Ну, здесь еще должны, в принципе, богословы между собой определиться по этому поводу. Но мы все видим, как в арабском мире прекрасно работают и банковские системы, и тоже экономическое чудо, которое вы говорили про Махатхира, да, и в Дубае мы видим, как это все развивается. И увидели, что даже во время экономической кризиса они были наиболее, там, как бы, там в этом вопросе, да. Что же по России? Есть у нас тоже эксперты, очень сильные. Я бы назвал ведущим специалистом по испанскому банкингу по этой системе Ленара Якупова в Казани. Он руководит агентством по инвестиционным программам при Казмин-Татарстане. Он учился тоже и в Малайзии. Возникает вопрос, для того, чтобы привлекать сюда финансовые деньги исламовскому миру, нужно или менять законодательство, что почистить сегодня, по-моему, невозможно, или работать в рамках того законодательства, ну, как-то нужно, как бы, некие там оговорки. Но, видимо, есть некоторое направление, группы, которые боятся того, что сюда придут исламовские деньги, боятся того, что за деньгами придет потом и диалог исламовская. Поэтому этот вопрос такой, очень сложный, и его вот так сейчас быстро решить очень сложно. Спасибо. Спасибо.